Тройной праздник сегодня у наших коллег и гос. телерадиокомпании Чуваши. Они отмечают сразу три даты. Ольга Пырочкина расскажет подробнее. Мы находимся в нашей студии, студии национального телевидения Чуваши. Вот в правом верхнем углу, вот здесь вы видите наш логотип. Это желто-красная звезда с микрофоном. Это я к чему? Дело в том, что вы, дорогие телезрители, очень часто путаете нас с нашими старшими коллегами ГТРК Чуваши. Старшими, потому что в эфире они уже десятки лет. И как раз сегодня они отмечают сразу три крупные даты. Пойдемте поздравим коллег. А вот то знаменитое здание на Николаева. Про него нас тоже часто спрашивают наши гости, которые приходят к нам на интервью. Так вот, это здание ГТРК. Пойдемте внутрь. Этому зданию около полувека. Строили его специально для радио и телевидения. И вот сейчас мы с вами зайдем в святую святых коллег студию. Если наш телеканал вы можете найти на 19 и 20 кнопках пульта телевизора или рядом, то включение из этой студии вы видите на телеканалах «Россия-1» и «Россия-24». Этой осенью ГТРК Чуваши отмечают сразу три крупные даты. В сентябрь 1919 года в Чебоксарах построили первую радиостанцию. Она принимала информацию от российского телеграфного агентства, сокращенно «Роста». Октябрь 1926 года, то есть 90 лет назад, на Чувашском радио вышла первая передача на чувашском и русском языках. Октябрь 1961 года, 55 лет назад, заработал телецентр управления Министерства связи СССР. Октябрь 1996 года, начинается вещание городского ТВ. Выходит первый выпуск городских вестей. Получается, что мы, точнее, национальное телевидение Чуваши, младше наших коллег на 50 лет. Вот такая вот разница в полвека. Ну что ж, здесь наши коллеги работают и поздравляют их сегодня в театре оперы и балета. Поехали. Я рад вас приветствовать на вашем прекрасном прождественном мероприятии. Три юбилейные даты. Это очень значимо для всех нас. И все то, что вы делаете практически, вот так ловите, цепляете, новостные, все те события, которые происходят, и доводите до практически зрителей, слушателей. И это очень важно. Это большая семья, дружный коллектив. Это масса положительных эмоций. Это эфир. Это радость. Смешно связано с депутатом. У нас ничего смешного не происходит, мы серьезная компания. Иногда во сне мне снится, что я на съемках и снимаю главу нашей республики. Потом я просыпаюсь, еду снимать главу нашей республики. И это очень необычное ощущение, я скажу. Мне очень нравится моя работа. Я побывал на Северном полюсе. Это очень здорово. Я бы никогда, наверное, не побывал бы там. Для вас радио все-таки что? Это моя жизнь радио. Я здесь 38 лет уже. Казалось бы, изначально я учитель. Всю жизнь мечтал стать учителем. Работал в школе, даже возглавлял школу. А потом так судьба повернулась, что я вот уже 38 лет на радио. Ну а теперь пару слов от нас, национальной телерадиокомпании «Чувашия». Дорогие коллеги, конечно, мы с вами конкуренты и соперники на информационном поле боя. Однако очень часто на съемках оказываемся плечом к плечу. Приятно знать, что иногда на это плечо можно опереться. Ольга Пырочкина, Андрей Шоклев, Республика.